На данный момент блокировка уже имеет свои плоды. Как сообщили на деловом собрании в мэрии, число автомобилей со снятыми номерами сократилось на треть. В Казани на муниципальных парковках используются блокираторы колес. Количество свободных мест увеличилось на 30%. На колеса автомобилей, оставленных без госномеров, устанавливаются блокираторы до выяснения личности владельцев. За первые три дня проведения рейдов было возбуждено 38 административных материалов. Но что будет, если нарушитель окажется находчивым и попытается снять блокиратор или же покинуть место парковки вместе с ним? Какая мера пресечения будет реализована, ответил Наиль Хабибуллин. С точки зрения уголовного законодательства это можно рассматривать как хищение, может быть как кража, если это тайна, то есть никто не видит то, что машину уводит. Может быть грабеж, если это открыто осуществляется и окружающие осознают то, что происходит хищение. Если же эвакуатор спилить на месте и выбросить его, то это может расцениваться как преступление, предусмотренное статьей 167 «Мышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Однако там обязательный признак – это причинение значительного ущерба, то есть на сумму не менее 5000 рублей. Но это оценочная категория. Но я так думаю, что если будет складываться практика, то, наверное, это будут рассматривать как значительный ущерб. Так, двое казанцев уже пытались увезти с собой блокираторы, но благодаря оперативным действиям сотрудников МВД России по Казани обоих нарушителей установили и доставили в отдел полиции. Сейчас по фактам нарушений ведутся процессуальные действия. В пресс-службе мэрии столицы республики Татарстан отметили, что новый метод борьбы с автомобилистами, не желающими платить за оставленную на городских парковках машину, был разработан совместно с правоохранительными органами. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok